Это напрестольное Евангелие стало еще одним украшением главного храма Бобруйской епархии. Полистаешь его, и, кажется, совершил путешествие на пару сотен лет назад. Стоит только представить, сколько поколений с 1779-го внимали Слову Божьему, которое отражают плотные страницы. В начале без слова, и Слово бег Богу, и Бог без слова. Сейби искани к Богу, вся тем быша, и без него ничтоже бысть ежебысть. О реликве – дар заслуженного артиста Беларуси и почетного гражданина Бобруйска Руслана Лехно. Теперь в Никольском кафедральном соборе старинная книга – часть воскресных и праздничных служб. По субботам на всеношном бдении ее будут выносить для поклонения молящихся. Как он мне сказал, что на семейном совете с супругой Юлией, ну и с дочерью Варварой, они решили, единогласно решили передать в дар вот этой святой Евангелии, в храм своей малой родины, где он родился, и вообще очень любит этот храм. Ну, тепло здесь, уютно, всегда так вот отзывается о своем любимом храме. Металлический оклад, инкрустированный 12-ю самоцветами, изготовлен в Святой Елисаветинском монастыре. В центре – каноническая сцена Воскресения, икона Сошествия Иисуса Христоват. На ней Спаситель после распятия сокрушает ворота преисподней, приносит свою евангельскую проповедь, освобождает заключенные там души и род человеческий от первородного греха. Евангелие весит аж 10 килограммов, и его листы легко деформируются при чтении и от влажности. Чтобы сохранить фолиант, предусмотрены застежки, которые плотно прижимают страницы. На 492 страницах в четырех канонических евангелиях рассказывается о божественной природе Христа, его рождении, жизни, чудесах, смерти, воскресении и вознесении. Здесь же и живописные гравюры. Вот тут, например, апостол Матфей, а на этом развороте Марк. Сохранились даже титульные листы. Каждый сам по себе произведение искусства. От всей души благодарен Руслана и его семью. Все прихожане очень благодарны за этот дар, за внимание. Дай Бог ему и всей его семье, самое главное, это милости Божьей, чтобы Господь был всегда с ним, чтобы Пресвятая Богородица спасала и покрывала его святым мимофором, крепкого здоровья, любви. К слову, в ноябре епископ Бобруйский и Быховский Серафим вручил Руслану Олехнов высокую награду Белорусской Православной Церкви – Орден Святителя Кирилла Туровского II степени. Ну а раритетное Евангелие, как и подобает настоящему бриллианту, займет центральное место в Кафедральном соборе и в сердцах верующих. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобрыск-360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова